Всем доброго вечера! Меня зовут Иван Житков. Мы приветствуем вас в студии издательского дома «Спорт день за днем». Мы бы, конечно, сегодня с большим удовольствием обсудили бы футбол, хоккей, кому что интересно, снукер, водное поло, даже игру в поддавки. Но вы сами понимаете, что, к сожалению, мы не можем игнорировать то, что не может игнорировать весь мир. Сегодня у нас разговор с прямейшими специалистами в своих областях. У нас лучшие медики не только Санкт-Петербурга, но и страны. Я прошу своего коллегу, главу редакционного совета Сергея Яковлевича Павлия представить гостей. Доктор медицинских наук, профессор, руководитель кардиологического отдела Санкт-Петербургского университета Юрий Викторович Шубик, главный лор-врач Минздрава Российской Федерации, начальник ЦМСК 122, доктор медицинских наук, профессор Яков Александрович Накатис. А вот напротив меня хирург-трансплантолог, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Анатольевич Гранов. Антон Игоревич Шантырь, председатель комитета по физической культуре и спорту города Санкт-Петербурга, который явно тоже не остался в стороне от всего, что происходит, сложно на его должности. Поддерживает нашу сегодняшнюю видеоконференцию букмекерская контора «Балбет» и ее ведущий эксперт Федоров Илья Викторович также присоединится к нашему разговору. Кстати, как вам живется, когда нет ни футбола, ни хоккей, ничего? Как сейчас букмекеры справляются с такой ситуацией? Ну, понятно, что ситуация, конечно, сильно изменилась. Ведущие все чемпионаты приостановились по всем видам спорта. То есть сейчас такая ситуация, что на первый план вышли чемпионаты Турции и Беларуси. Это практически единственные чемпионаты. Чили, Австралии? Ну, Австралии, да, которые не остановились. Потом такая отрасль важного букмекерства, которая называется «Тиберспорт» и игры искусственного интеллекта так называемые. Антон Игоревич, как вы сейчас проводите свои рабочие дни в связи с тем, что происходит? Наверняка у вас добавилось. Рабочие дни проходим отлично, достаточно активно. Хоть у нас и отменились какие-то встречи, заседания. Как бы это ни было, мы сегодня со своими замами выбрали такой активный маршрут, проехали по всем подведомственным учреждениям, посмотрели обстановку. Мы проехали еще подведомственные флоки, где у нас, кроме спорта, у нас есть оздоровительные группы, где есть люди старшего поколения, которые, на мой взгляд, сейчас в основном и в первую очередь находятся в зоне риска. Вот. То есть такой день выдался непростой, честно вам скажу. У меня много вопросов появилось за голове, но стратегия ясна. В том, что у Антона Шантеря стратегия ясна, я убедился, когда прочитал недавнее его интервью коллегам в Фонтанке, и мы даже обсудили в редакции, он сказал, что, цитирую вас, ограничения делают мудрее. У нас многие спросили, это как? Ну, мы стали дискутировать на эту тему, что ограничить. Почему? Почему это именно так происходит? И с каждым день, я, честно говоря, вспоминаю то, что вы сказали, что действительно в головах сейчас у людей что-то зашевелилось, они начали думать, спланировать жизнь как-то иначе и переоценивать какие-то вещи. Планировать. 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 Вопрос такой, вот у нас туда не ходи, сюда не ходи, туда нельзя, сюда нельзя. Мероприятие отменяет запрос, естественно, к медикам, да? Может быть, лучше, кто может на велосипеде, кто может спортивной ходьбой передвигаться по городу, может быть, тогда и транспорта общественного, насколько вообще коллаптоидное состояние должно быть в городе Петербурге, может быть, и транспорта общественного стоит избегать, ведь там скучность, пожалуй, поболее, чем театр или на футболе, но если утверждается, что группа риска, это не буду показывать пальцем на себя люди в возрасте, можно на всех уже, Сергей. Я тактично постарался, максимально тактично, значит, то далеко не все они готовы лихо вскочить в седло велосипеда. Прошу высказываться на этот счет. Что касается, судя вопроса Сергея Яновича, у нас есть две модели, да? Есть итальянская модель, где ничего нельзя, где шаг лево, шаг право, победа карается расстрелом, общественный транспорт отменен, и если вы выходите в магазин, за рамками своего района вы платите штраф, да? И есть английская модель, где, в общем, практически все можно. Какая ночь, мы скоро узнаем. Ну, те из нас, естественно, кто, кстати, переживет этот период. Оптимистичненько. Может быть, вы более оптимистичны, чем Юрий Викторович, продолжите. Ну, я отношусь к такой специальности, занимаюсь такой специальностью, где этот, опять, вирус и микроб проникает в организм через лор-органы, через полос носа, да, и через рот, и попадает в незащищенную часть. Вообще, так сказать, мы полностью защищены от внешнего мира, и это нам дает возможность существовать довольно долго, да, несмотря на все эпидемии, которые мы уже пережили, и пневмонии тяжелой, и птичий грипп, и свиной грипп, и все прочее. Прямо могу сказать, что, конечно, это сезонное заболевание. То, что оно, так сказать, вспыхнуло таким образом, здесь очень трудно сказать причину, действительно, время покажет, какая причина, но сезонное заболевание и поражает, оно удивительно, оно не поражает детей, хотя, так сказать, иммунный статус у всех разный, у детей нет одинакового, да, поражает лиц, ну, будем говорить, старше 70 лет, там, преклонного, непреклонного возраста. И определить, что же поражает, мы понимаем, что вирус действует одинаково, любой вирус действует одинаково, он действует на мембрану, да, которая начинает, так сказать, не работать как защита, и тут присоединяется микроб. И мы знаем, плюс ко всему, что от вируса, от любого вируса нет лекарств. Вот это вот самое, так сказать, непонятное. Что делать в этой ситуации, действительно, скопление людей, еще какие-то, так сказать, другие проблемы. Но представьте себе, у меня в клинике каждый день 600 пациентов находятся на лечении, и тысяча сотрудников, будем так в кавычках, обслуживает этих людей, то есть 1600 человек находятся на ограниченной территории, и нет вспышки. И слава богу, что этого нет. То есть клиническая больница 122, нету вспышки? Внутри нет, слава богу, да, дай бог, что не будет, да, потому что иначе вся жизнь остановится, мы прекратим плановую хирургию, да, и на этом вся жизнь остановится, а самая главная циклная реакция будет. Что делать? Вот сейчас главный санитарный врач, он запретил профилактические осмотры, да, и диспансеризацию. А наша клиника, у нас госзаказ. Мы ответственны за медицин, спорт и высокие достижения. Все члены сборной команды страны северо-западного региона, оказывают, получают помощь у нас в клинике. Мне остановить осмотр или всем одеть маски. Я вчера просто как пример при заведующей стоматологии, в жуткой совершенно маске такой, в бульдожье. И вот эта стоматолог, она пришла такая радостная, с этой маской, я говорю, вы на больного тоже одеваете маску, да, потом дырочку делаете и вот, так сказать, лечите, да, зубы. Я вот сегодня утром задался вопросом, как живут сейчас стоматологи? Стоматологи больше всех болели СПИДом, когда был взрыв СПИДа, да, и венерическими заболеваниями, включая синферис и гонорею, да, потому что мелкий, так сказать, диспансер от гормашины, все летит в глаза, не важно закрыться, да, и лор-врачи тоже самое, вот такая профессия. И здесь тоже самое. Поэтому сейчас, на сегодняшний день, так, паника, которая идет, она не обоснована абсолютно, нужно соблюдать общий принцип гигиены. То есть, действительно, мыть руки, мыть овощи, фрукты и все прочее. Мы же не знаем, вот мы едим эти овощи, фрукты, а бегали по ним мушки или не бегали там, да. Чем вы их мыли? Летучие особенно, которые носит. Поэтому можно очень долго рассуждать, но здесь очень важно, правильно Сергей сказал, нужно сесть на велосипед, нужно бегать, ну, не форсировать на сегодняшний день, чтобы организм у спортсмена, спортсмены работают все на форсаже. А если ты занимаешься физкультурой, если ты просто управляешь организм, это все нормально. Вспомните, как мы обсуждали эту проблему две недели назад у себя в коллективе, в семье, да, большинство из нас смеялось. Да, 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 поспятите. Ерунда. Что будет через две недели, мы не знаем. Опять-таки, вот итальянская модель такой невыносимой легкости бытия показала, что может быть. Нам немножко легче, потому что удар на себя принял Китай. В Европе немного проще, нам немного проще, но могут быть тактические ошибки, могут быть стратегические ошибки, что будет неизвестно. С учетом этой ситуации принятые меры правительством, руководством, эпидемиологической службы и так далее, и так далее, представляются, на мой взгляд, адекватно. Изменятся ли они завтра, мы не знаем. Может быть, изменятся. Может быть, в лучшую сторону, в худшую. Но еще раз, уже есть определенный опыт, его имеет смысл использовать. Но и самое главное, что является, наверное, самая серьезная проблема, на мой взгляд, в ситуациях таких нестандартных, и это, ну, не знаю, попробую цитату близко к тексту Михаила Фанасьевича, да, из «Мастера Маргариты», да, помните, страх – это один из самых страшных человеческих пороков. Нет, смеюсь возразить, страх – это самый страшный человеческий порок. Вот то, о чем сейчас уже упоминали коллеги, мы начали говорить, это паника. Мы видели уже эпизоды этой памяти, сейчас чуть-чуть стало спокойнее. Я могу допустить, что если ситуация будет развиваться в негативном направлении, эта паника будет доминирующей. И паника – это не национальная черта, не национальная принадлежность. Вы видите, что происходит с продуктами, что происходит с другими предметами первой необходимости, которые тоже связаны с приемом, с употреблением продуктов, с последствиями. И прогнозировать это трудно. Нужно быть готовыми, нужно быть реалистами. Нельзя предаваться. Пламеннике по возможности, конечно, или… И все-таки нужно быть готовым к тому, что режим эпидемиологически ситуация будет ухудшаться. Это мы исключить не можем. Будем надеяться, что это не так. Но еще раз повторюсь, на мой взгляд, сегодняшние меры, сегодняшние действия, события, связанные с этой эпидемией, представляются адекватными. А вот в продолжение разговора по поводу наших традиций, паники, ну, на самом деле, паника нам, русским, она, это не наша субстанция, у нас другая субстанция немножко. Это, как сказал Владимир Владимирович Путин, что наша субстанция – это русские авосьи. Вот, он очень правильно заметил, что сейчас не место для русского авосья. Исходя из того, что уже очевидно, что основная группа риска – это старшее поколение, а это мои родители. И это наши родители. Вот готовы мы сегодня задуматься об образе жизни, дабы сохранить жизнь своим родителям? Ну, об этом и нужно говорить, естественно, конечно. Ограничение – ограничение. Но люди прилетают из-за границы. И прилетают, и возмущаются. Ну, меня на работе, уйма случаев, которые приезжают из-за границы спортсмены, приезжают и нырк – люди, взрослые люди, у которых дети, у которых родители старшего поколения, они не понимают, почему они должны быть на карантине. Я, да я, да я эту, там, пневмонию эту, да я ее как насморк. Они не думают о том, что он-то как насморк, а его родители-то не как насморк. За них ответственность, понимаете? Именно ответственность за старшее поколение. А кто, как не мы, будем старшему поколению помогать? В нашем случае, сегодняшнем, вероятно, гораздо более тяжелом, насколько все это действенно и эффективно. Нужно ли напирать на здоровый образ жизни, лучше вообще отлеживаться. Опять же, крен в сторону пожилых людей, которые зона повышенного риска. То есть, нужно делать зарядку, не нужно делать зарядку, нужно там бегать трусой или на месте, или с места. Не нужно, и так далее, и так далее, и так далее. Эту тему можно рассматривать с разных позиций. Можно, я не знаю, какую позицию мы примем. Мы примем позицию, ну, скажем, классического, да, барона Мюнхгаузена, да, пожелания, улыбайтесь, господа, улыбайтесь, потому что все страшные вещи делаются с серьезным лицом. Или мы будем морщить брови, морщить лоб. Человек с «крепким», в кавычках, да, в хорошем смысле слова, иммунитетом, не имеющий тяжелых сопутствующих заболеваний, там, легочная система, сердечно-сосудистая, да, там, периферических проблем с кровообращением, легче переносит такие вот, что мы называем, стандартные обычные инспекции, респираторная вирусная инфекция, грипп. Мы же прекрасно понимаем, что грипп тоже может быть разным. Слово «грипп» у нас ведь ассоциируется с респираторной инфекцией, она может быть самая разная, генеза ее происхождения. Мы помним прекрасно, что вирус H1N1, это грипп, принес довольно много проблем. Я не буду вспоминать такие варианты, как испанка, да, которая в результате, когда погибли миллионы. Вот эти общие положения, они актуальны в любой ситуации. Давать советы, ну, точно не будет хуже, чеснок и лук. Ну, вот последнюю тему, конечно, тоже интересно обсудить, потому что, ну, ведь никто не тянул за язык, да, посмотрите. Я все-таки приму позицию обороны. Ну, вирус гибнет при 25 градусах. Напрашиваются конкретные выводы, да. Ходи в баню. Я совершенно о другом. Есть горячие напитки, есть грязительные напитки, но их необязательно использовать только внутрь. Часть дозы, процентов 10, можно использовать наружно, протирать руки и так далее. Я не могу напрямую рекомендовать 3 раза в день по столовой ложке употреблять 40-градусные продукты. Но если домыслить об этом, особенно с чесноком, там, с салом, то явно риск заражения существенным образом уменьшится. У меня вопрос к Якову Александровичу, потому что вопрос был, кстати, об уважении детей к родителям и старшему поколению. Мы обсуждали с Антоном Шантарем только что все вместе. Так вот, видите, какая ситуация. Сейчас же, как мы понимаем, вводится карантин. Дети не будут ходить в школы, детские сады, бабушки будут с ними же сидеть. Дети вроде как его переносят, и ни для кого не заметно, а они будут находиться рядом с этими дедушками и бабушками в одном помещении. Это практический вопрос, который, мне кажется, у всех лежит на поверхности. И откуда вот это все летает через эти респираторные пути? Во-первых, еще раз могу сказать, что дети априори переносят. Раз они не болеют, значит, у них вирус имеется, и они переносят. Но у них может его и не быть. Вот какая ситуация. То есть, очень сложный вопрос, и я, Сергей, хочу тебе возразить, как профилактически заниматься. Ведь профилактикой занимаются не от вируса, я повторяю, вируса не от влечения. Да, профилактикой занимаются от тех осложнений, которые вирус вызывает. То есть, микроб тут же сидит рядом и ждет, когда вирус, так сказать, нарушит мембрану и, так сказать, влезет туда. Вот против него нужно бороться, и все эти профилактические мероприятия тоже возможны. Здесь мне трудно даже объяснить. Посмотрите, мы сегодня ограничены в получении информации. Никто здоровых детей не обследовал и не знает, есть у них вирус или нет. Понимаете, вот какая ситуация. То, что он не болеет, сразу же, все остальные, вот мы не болеем с вами, мы переносчики. Правда? То есть, поэтому дети просто, они действительно не болеют. Поэтому четко можно сказать, что они переносчики. Но это не значит, что их нельзя, так можно сказать, бабушкам, дедушкам, что они, так сказать, принесут туда вирус. Ситуация очень сложная. А как среднее поколение? Тоже не болеет, они тоже переносчики. Еще сложнее то, что сейчас действительно март, когда самый, по-моему, злой период для всего этого. Даже без коронавируса, по-моему, полно всяких штук, которые действуют, как, мой скромный понимание ситуации, позволяет мне на расслабленный иммунитет. Можно просто ходить чихать, кашлять, мучиться непонятно от чего, ничуть не менее вредные штуки. И при этом, как тебе вести себя в этой ситуации? Ты знаешь, как более-менее свой организм, ты знаешь, как он реагирует. Ты себя знаешь, там, не знаю, лет за 40-50 жизней, как облупленного. Во что? Поддаваться панике, не поддаваться панике, поддаваться инструкциям, не поддаваться инструкциям. Конечно, нужно соблюдать, что все, так сказать, меры гигиенические, они приветствуются, да? Тут вопросов нет. И ни в коем случае, конечно, человек, который находится в таком периоде, так сказать, воспалительном, он на расстоянии, там, полтора-два метра, так сказать, разбрызгивает все, что у него есть. В любом случае, просто даже при дыхании. Поэтому, конечно, панике не нужно поддаваться, но все, что рекомендовано, нужно соблюдать. И ни в коем случае, пофигизмом не заниматься, что нет, это меня не коснется. И я вот как сегодня только позвонил коллега-врач из Соснового Бора, и говорит, я приехал из Испании, я кашляю, скажи, что делать. И мы пытались узнать, где он в Ленинградской области, поскольку в Сосновом Боро может пойти и пройти, не можем найти. Сейчас я через свои каналы связал его, его повезут в больницу Боткину, потому что кашлят такой, что он не спал ночью, приехав из Испании. И естественно, я сказал, что дома никого не подпускай к себе, да, закройся, пусть они уедут куда-то, потому что ты уже, ну, если на 100%, то во всем. Тебя уже не жалко. Да, тебя уже не жалко, да, не спаси, не зарази других, да. Поэтому вопросы очень жестко нужно действительно не паниковать, но соблюдать все, что необходимо. И ни в коем случае никакого пофигизма, никакого. Это четко можно сказать, что это самое главное. И вы правильно сказали в отношении детей и родителей, и мы тут ответственны за них. Потому что люди преклонного возраста совершенно другие. Дмитрий тоже сказал, что пациент с инфарктом преклонного возраста, это не сорокалетний, да, который может с инфарктом умереть, у тебя на глазах это может, а с инфарктом 80 лет, и, как говорится, и все спокойненько. Пациенты преклонного возраста переносят острейшие заболевания, да, намного легче, чем молодые. И в то же время, видите, вот вирус их избирательно поражает. Я не понимаю, что происходит, могу честно сказать. Но в отношении мер предосторожности, на самом деле, для меня это простая история. Вот избыточные вот эти самые меры этнологические, или они там достаточные, я не знаю. Я думаю, что если вот эти избыточные меры предосторожности спасут хоть одну человеческую жизнь, да и фиг с ним, слава богу. Да, совершенно справедливо. Не могу согласиться в отношении противовирусных препаратов, они, конечно, есть. Другое дело, что их нет вот к этому конкретному вирусу, там, понятное дело. Но и уж точно совершенно бессмысленно употребление этих замечательных препаратов, которые нам предлагают, там, арбидол, кокацилл, там, вся эта хрень, простите. Это точно совершенно неэффективно, там, никаким образом. Это очень похоже, вот их продаж очень похоже. Я въехал сюда вот, на эту передачу, и получил СМС-ку. Противовирусная и антимикробная обработка вашего салона, 1200 рублей. Недорого. Ну, на таких вещах всегда находятся люди, кто умеет спекулировать. Да, вот все эти истории, это хороший повод для заработка, само собой, разумеется, люди зарабатывают деньги. Что касается, вот опять меня это, так задело немножко, там, патегизм, там, или, там, наоборот, там, какой-то стран, люди везде одинаковые, они устроены одинаковые. Поэтому, вот я знаю, у меня, там, мои коллеги, скажем, работают в Нью-Йорке, в Нью-Йорке поминанский час, в Нью-Йорке полицейские дежурят в супермаркетах, люди такие дежурят. В Швеции, где все, очень, так сказать, достаточно, там, спокойно, вот, с этими мероприятиями, тем не менее, в суперах раскупили все продукты. А то же самое происходит в Германии. Так что, ну, что вы? А последняя новость, кстати, финны старшего поколения сегодня, замечательная новость про то, как они, именно представители старшего поколения финнов, они продолжают ездить в Россию за бензином. И совершенно не обращая внимания на то, какие предписания делаются. Есть еще некая легенда, или не легенда, помогите в ней разобраться. Вообще, как раз очень здорово, что гости наши сегодняшние затронули вопрос мошенников, потому что сейчас их разведется немедленно, начнут там продавать медвежьи, там, я не знаю, уши, и, я не знаю, еще предлагать какие-то... Это мочегодно. Дмитрий Анатольевич, так естественным образом раскрывается. Кто-то что читал лекции из Германии, летел там, значит, там в бизнес-зале обнаружил, что говорится, что струя бобра. Дорога? Еще. Осталось только спросить, спросить, кто дилер. Так вот, по поводу легенд, да, насчет того, что выйдет, вот, например, солнце будет наступить, ну, явно же кто-то там вводит определенные вот эти лимиты этого карантина, основываясь на том, что все-таки придет май, все вирусы погибнут там от ультрафиолета, и от чего они там погибнут. Этого же ждут наши партнеры сегодняшней конференции, букмекерская контора, Балбет, потому что, ну, скоро, кроме чемпионата Габона, там, второй лиги, мы ничего не сможем уже наблюдать. Кстати, у вас, кстати, линии на коронавирус, насколько я понимаю, есть, нет? Да, мы расписали несколько ведущих футбольных чемпионатов, возобновятся ли они, не возобновятся, возобновятся ли играются, ну, в таком стиле. Ну, плюс, жизнь подкидывает каждый день какие-то, может быть, новые ставки, но тут тоже надо меру соблюдать эти этические какие-то есть вещи, на что стоит принимать ставки, на что не стоит. Это правда. А вот у меня, если позволите, такой серьезный, адресный очень вопрос к нашим, опять же, уважаемым гостям, потому что они представляют медицинские центры, оснащенные современной диагностической и лечебной аппаратурой, той аппаратурой, которая, ну, мягко сказать, не стоит в районных поликлиниках, там даже далеко не в каждой больнице и так далее. Коронавирус, чтобы ему пусто было, он, так сказать, пришел, у него остальные болезни не ушли. Как ядовому гражданину разбираться? Вот ему идти к Юрию Викторовичу на прием, что-нибудь ему сердце покалывает, или лучше пока что никуда не ходить, потому что коронавирус может быть. Сергей Ильич, главное, что нужно с чем сравнить, там, идти к Юрию Викторовичу или идти прикладываться к иконе? Как разобраться ядовому гражданину, не примененному в муниципальном деле? В середине вековье, в родобесии, вот мы соблюдаем эти гигиенические меры, и тут же вот толпа людей, там целуют икону, там, что за фигня? Ну, это вообще очень сложный аспект, наверное, мы не можем... Нет, это не сложно, но... В центрах есть огромное количество неостро необходимой аппаратуры, и там скопление... Если мы будем отвечать на ваш вопрос, то мы должны констатировать следующее. Болезни были, есть и останутся. Виски заболели. Другой болезнью, помимо коронавируса, остаются. Те пути, которым человек должен обратиться к врачу, рассказать о своих жалобах, провести там какие-то, получить какие-то диагностические назначения, они были, они есть, и они останутся в независимости от эпидемии. Насколько я понимаю, правильно, Яков Александрович? То есть человек имеет право на оказание помощи, и он должен ее получить. Могут быть ограничения по эпид-режиму, нужно прийти в маске, нужно помыть руки, нужно записаться заранее, нужно сфотографироваться в трех экземплярах и так далее. Но помощь оказывалась, оказывается, и будет оказываться. Это долг. Это долг врача, и это право любого пациента получить помощь. Такую, которая должна быть ему оказываться. Здесь очень серьезно все, да? Тромбообории легочной артерии. Один из признаков КАТО. Все, понимаешь, что он с кашлем не пойдет и уврет от ромбомболии. Вот какая ситуация. Ситуация оценивается риск пользы. Да, у гардиолога есть другая забавная совсем ситуация, с которой сейчас приходится сталкиваться. Появилась информация обоснованная совершенно. Вот некоторые из широко распространенных препаратов гипотензивных, сортана, так называемый, ингелидера ангелодозико-вращающего фермента, они увеличивают вероятность заражения коронавирусом. Ох, несчастье. А это так ли? Нормально, нормально. С точки зрения патогенетической железа, они, да, весь препарат увеличивает количество соответствующих рецепторов, в котором цепляется конкретно коронавирус. Теоретически, да, практически. Ну, хорошо. Вот я сейчас всех своих стариков, значит, должен назвать, я, мадья, и отменить сортаны и бандеры, которое количество из них трахнет инсульт в течение там ближайшей недели, двух, там, трех. Риск пользы, правда, да. Разъяснение официального европейства социальной артериальной гипертензией не отменять. Я думаю, что правильно совершенно. Вот именно вопросы по мероприятию по физической культуре. Планируются ли у вас какие-то для людей, которые уже в возрасте, но хотят при этом все равно оставаться подвижными? Точно, абсолютно точно. Мы рекомендуем всем. И в наших подведомственных учреждениях мы запрещаем массовые мероприятия в закрытых помещениях. Ну вот в этой связи как раз, да? Да, у нас прекрасная на улице погода. Идите, проветривайте, легкие, гуляйте. А кстати, как вам нравится эта история замечательная с Черышевым, которому обструкции в Испании подвергли, за то, что он вышел на утреннюю пробежку? Потому что там это запрещают. Да, там же эпидемия. Понимаете, то, что у нас происходит, мы сейчас должны локализовать ситуацию на подступах к городу. Это все к нам приезжает. Нам эту ситуацию, на мой взгляд, нужно на подступах локализовывать. А это ответственность людей, которые приезжают. Вот правильно. Сразу, ну надо не стесняться. У нас вице-губернатор, извините меня, Соколов Максим Юрьевич Боткин, прекрасно себя там чувствует. При этом он уже первые анализы прошел с отрицательным диагнозом. Он продолжает находиться там. Продолжает находиться там, да, и, ну, о книжке читает. Ничего страшного он в том, что он там находится, но ни он там, ни кто из его родственников не видит, но это нормальная социальная ответственность. С учетом того, что он живет на Валдае, да, в книжках, я должен сейчас это все быстренько продумать. Понимаете, вот, и каждый должен к этому так относиться. Чем ответственней мы локализуем ситуацию на подступах к городу, на подступах к общественному транспорту, на подступах к местам общего пользования, скажем так, потому что мы же все все равно ходим на работу. Мы ходим на работу. Мы не отменили занятия в школе, мы сделали их по желанию родителей. И в школу ходит много детей. Мы, ну, у нас социализация общества, она продолжает активно существовать. Вот, и поэтому, ну, говорю, что все эти меры, которые сейчас городом и на Российской Федерации, правительством России, правительством города принимаются, они, первое, нас настраивают, настраивают на правильный лад, а второе, нам говорят о том, что вот у нас, ну, там, с перерывом в час приходят, там, кадровые распоряжения. Именно относительно людей, которые у нас находятся в отпусках, людей по нашему сектору, людей, которые находятся, и спортсмены в отъезде, на сборах, на соревнованиях. Мы, на самом деле, остановили где-то участие в спортивных соревнованиях на наших группу месяц назад. Потому что суть в том, что спортсмены уезжают, как вот Чемпионат мира по фигурному катанию. Да, мы 9 марта праздновали в юбилейном, в день рождения Алексея Николаевича Мишина. Провожали, на следующий день улетала группа, там, спортсменов на Чемпионат мира в Канаду. Они туда приехали, в этот день отменили, на следующий день уехали назад. Понимаете, и так со многими это происходит. Но они должны их сформу поддерживать. Они же должны в тренировочном периоде быть все время, они не могут остановиться. Это да, но сейчас я что хочу сказать, что тренеру сейчас тяжело выстроить вот этот вот период адаптации к этим условиям. И сохранить рабочеспособное состояние у спортсмена. Но нужно понимать, что в учебнике физиологии написано, что максимальную спортивную форму спортсмен может держать в году в 365 дней 40. 40. 10%. И это зависит еще от, грубо говоря, генетического ухода. Когда эти 40 дней случаются? Летом, весной, зимой, осенью. Задача любого тренера распознать это в этом спортсмене. Понять, в какое время года у него основной старт в сезоне, потому что это основной старт в сезоне, его как тренера, этого спортсмена будет кормить всю жизнь. Понимаете, это очень тонкая материя. И подготовить через определенные соревнования, подготовку, подготовить к этому старту. Если это его форма, у этого спортсмена выпала на этот период, смысл спортсмена мучить сейчас нет никакого. Абсолютно нет никакого. Я правильно понимаю, что сейчас многие тренеры, и, кстати, врачи же, они тоже своего рода тренеры. Им проще сейчас уже сказать, слушай, ничего не делай. Врач, тренер, ну, в спорте высшие достижения, я говорю, прошел профессиональный спорт, там врач, там тренера нет в профессиональном спорте, тренера нет. Есть менеджер, который дает тебе календарь соревнований, а врач, он тебе говорит, в каких ты соревнованиях участвуешь и даешь газу. А в каких ты просто участвуешь, расписываешься стартом везде. То есть в спорте сейчас, и у нас идеология такая, что спорт высшего достижения, это спорт высшего достижения, массовка это массовка, мы всем рекомендуем, безусловно, сейчас гулять, вот эти вот 60, 65 плюс у нас все на прогулку, ничего там, фокус, ее форма, она сейчас есть, там ничего, прекрасная погода, причем ближайшая погода, вы знаете, ночью морозит, Ночью морозит, днем солнышка. У нас, конечно, опять же такая ситуация, что это зимой мороз-то не хлопнул. Да, кстати, это тоже вопрос следующий. Вот я говорю, общество сейчас, наше общество и мы все жители Санкт-Петербурга попадаем в определенные условия, условия, чужие условия. А это испытания так называемые, понимаете? Спортсмены каждый день проходят испытания, там мы в офисах проходим испытания, а тут, представляете, окружающий мир нас оп, и мы понимаем, что пройдя эти испытания, по-любому мы станем умдрее, сильнее, умнее, мы станем сплоченнее, мы будем единым целым, потому что мы все будем заботиться друг о другу. Семейные ценности никто не отменял, которые сейчас размыты, понимаете? В обществе мы начинаем там много мудрить. По этому поводу омудрить я бы не рекомендовал. Но просто серьезный, будет иммунитет. К этому конкретному версию? Да, конечно. А к следующей его версии? Да, абсолютно нет. Не, не, мы должны, на самом деле, не забывать о том, что это, ей-богу, не первая эпидемия или пандемия, правда? Даже коронавирус, эта третья эпидемия была в 12, в 2002 году была в 12, и вот, значит, новенькая в 19, в конце 19-го года. И если говорить, скажем, о таких страшных вещах, как смертность, то самая страшная эпидемия, это был птичий грипп. Птичий грипп, который в 3-м году, и в 13-м новый птичий грипп, и там умерло больше половины заболевших, между прочим. Другое дело, что и количество вообще было там около тысячи, полторы тысячи. И свиной грипп, там заболело больше полутора миллионов, а лета же было 17%. Так это, простите, под 300 тысяч убевших за эту эпидемию. Я могу вспомнить, в связи с птичьим гриппом, только одно, опять же, история из разъездов. Он был в 2003 году, и, насколько я помню, центром была Турция, одна из стран, в связи с которой были предупреждения очень сильные. При этом, под все эти предупреждения, под все эти новости, под все вот эти вот набирающие обороты интернет-волны. Тогда с футбольным клубом «Зенит» мой, радостно я тогда там работал, я туда улетел и на сборы, тут же, в Анталию. Птичий грипп, не птичий грипп, ты должен лететь, планы, планы сверстные. Вот, объясните, пожалуйста, объясните, пожалуйста, почему по-другому, что изменилось? Вот вам, пожалуйста, птичий грипп, третий год, заболело 860 человек, умер на 455 человек, лентальность 52% в 80-х. Вот ответ. Заболело немного людей, но больше половины из них умерло. Ну, 862 цифры, не пугающие, это мир, как то, что мы имеем в силу. А вот вам все иное грипп, 1 600 с лишним тысяч заболевших, летальность гораздо меньше, в 3 раза 17% от полутора миллионов, 284 тысячи. Вот разница. Какой будет эта пандемия, мы посмотрим, пока. Смотрите, тут еще какая особенность, почему мы сейчас много говорим об этом, почему мы начали бояться. Помните, где были основные очаги этой инфекции? Европа не настолько активно страдала, понимаете, да? Это, ну, есть страны, в хорошем смысле слова. Я никого не хочу обидеть первого, второго мира, да? Ну, условно, да? Есть немножечко... Есть европейская цифра, да, есть европейские страны, есть Африка, есть Латинская Америка. Европа реагирует по-разному на ситуацию в Латинской Америке, поэтому мы чувствовали себя спокойно. Сейчас я тогда снова с Европой, пожалуйста, реакция совершенно верная. Ну, Эбл, пожалуйста, да, так сказать, американский черный контингент схватили, да, так сказать, белые не болели. Да, совершенно верно. Вообще, если так вот рассунцать, то самое главное, что при любой эпидемии в первую очередь бы выиграли врачи, потому что, ну, медицинские, умирают в Китае сколько, 20, чем-то врачи? Да, 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 в том числе и первый врач, который вот заявил в США, который первый врач, который сегодня извинился, извинился китайской правительству. Это сразу же показало, что мы в этом не знаем. Посмертно, да. Да, потому что ему не поедали. Да, 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 за перерослыми, извинились, а его хотели рассудить. Да. За распространение паники. Панику, да. За то, что он не ушел. Ну, это типичный пример Кассандры, что это совершенно верно. Четко показали, что контагиозно сумасшедшее, то есть, во всяком случае, передача воздушно-капельным путем, она имеет место быть и никуда не деться, и врачи просто накатители. Потом они надели там скафандр и все прочее, до этого было, так сказать, тяжело. Но все-таки можно сказать, что даже при таких больших цифрах, да, так сказать, не получили распространение. Здесь распространение, я думаю, что за это время просто мир очень здорово начал ездить, просто, так сказать, сумасшедшие поездки, и это тоже ускорбовалось. Да, это видно даже сейчас на карте флайт-радара, насколько же это не стало. Я могу сказать просто, что ситуация была года три назад, два назад, позвонил мне один поставленный работник Газпрома, который говорит, что меня везут в реанимацию. Он проделывает реанимацию, его должны называть, в учреждение, казалось, что он с китайцами пролетел в самолет, из Москвы в Петербург. И, да, и все, кто практически в Сапсане попадает с китайцами в вагон, они, так сказать, проделывают заболевания, которых нет. И мы их боимся. И точно спрашиваем, я оказался в вагоне. То есть у них совсем другая, так сказать, микробная пара. Исход, да? Базовая микрофлора абсолютно другая. Да уж, у них действительно другая совершенно, видимо, фауна, флора и все остальное, потому что чемпионат Китая по футболу возобновляется с апреля, чуть ли не с 10 апреля уже. Вот это уже известный факт. И коктмекерская контора Балтбет уже явно просто предвкушает это событие, когда можно будет запустить свой промокод Гречка. Увидеть Халка снова. Увидеть Халка снова в действии. Вы знаете, мы сегодня обещали перед началом этой конференции, что мы всели некий оптимизм. Ну, сейчас мы немножко пошутили, немножко поговорили серьезно. И давайте вот чуть-чуть действительно выполним обещание, которое было поставлено перед людьми, чтобы на что им ориентироваться, сейчас как им жить. Давайте уже вот уйдем от того, что нельзя выходить. Это я думаю, что уже все и так уже даже, если не хотели понимать, примерно понимают, как нужно им себя вести. Кто не мыл руки, начал их мыть. Слава богу, уже один плюс мы увидели во всей этой истории. Это уж точно совершенно. Есть у кого какие-то мнения по поводу того, когда же все-таки нам ждать облегчения этой ситуации? А есть самое главное, когда она настанет, как себя вести дальше? Я считаю, что ситуация пойдет на спад не раньше июня-июля месяцев. А сейчас вести себя как высокообразованные интеллектуальные люди. И заниматься гигиеной, беречь старшее поколение. Не участвовать в массовых мероприятиях, никаких там сходников не должно быть. Постараться мобилизоваться, заняться своим внутренним миром. Посмотреть вокруг, заняться семьей. Стараться всех к этому призывать. Все, кто вокруг вообще существует. Больше гулять на природе, проветривать свои легкие, опять же скажу, парки. И именно парки, ну может быть, набережные, каналов. У нас прекрасный, вообще красивейший город. Посмотреть на его окрестностей. Гулять больше, проветривать помещения. Это самое главное. Не форсировать никакие физические нагрузки, включая спортивные. В том режиме, в котором ты себя чувствуешь, и жить. В случае возникновения любого обострения хронического заболевания, обязательно обращаться к врачу, потому что любое обострение вызывает ослабление организма. И, так сказать, будет предметом для этого. Ну и соблюдать все принципы гигиены. Сейчас о витаминоз. Не стесняйтесь покупать витамины в виде таблеток, витамины в виде, так сказать, фруктов и овощей. И меньше контакта с подозрительными личностями. С незнакомыми людьми. Будем так и говорить, если член семьи, ты же не можешь избегать этого. Живи в семье и все спокойненько. Не паниковать, главное. Самое главное, что почувствовал себя плохо, надо обратиться к врачу. У врача, любить другое мышление. Абсолютно согласен. И достаточно много понятных рекомендаций, но нужно помнить, на мой взгляд, главное. Нужно защищать себя и понимать, что защищая себя, ты защищаешь других. Не только своих близких, но своих не очень близких. То есть речь идет о каких-то публичных местах, где все равно приходится появляться. И понимать, что коллективная ответственность, это прекрасно, но она складывается из персональной ответственности, из суммы персональной ответственности. Если эта сумма будет значительной, то и результаты будут соответствующие, положительные, адекватные. Ну, во многом согласен. С моей точки зрения, пожилые люди должны или гулять, но, так сказать, без контактов с другими людьми, или просить и сидеть дома. Что касается людей более молодых, то если в их семье есть пожилые люди, контакты должны быть ограничены. Если таковых нет, то они, в общем, могут чувствовать себя недостаточно свободно. — Мы с Сергеем Яковлевичем, наверное, воздержимся от рекомендаций. А вот что касается Ильи Федорова, эксперта компании «Балбет», вот это вот очень интересно, потому что людям придется много сидеть дома. — Хотелось бы надеяться, что хотя бы с уступлением теплых температур это прекратится все. Но я думаю, что главное — не паниковать, соблюдать те предписания, которые появляются по ситуации, которые на данный момент возникают в стране. Соблюдать правила гигиены и не паниковать. — Не паниковать, если вдруг не зашел тотал больше. Спасибо вам большое всем за сегодняшнее участие. Букмекерская контора «Балбет» нас сегодня поддержала, а также поддержал своим присутствием комитет по физической культуре и спорта города Санкт-Петербурга. — Приятно.